Приветствую, друзья! Негативная доминанта, как она может формироваться? Ну, например, в момент, там был определенный ролик, и там девушка мне рассказывала, что она всю жизнь зажатая, напряженная, у нее нервно-мышечные зажимы, блоки сознания и тела, она никогда себе не позволяет быть свободной, потому что мы говорили, говорили с ней и поняли, что в детстве, когда она была маленькая, где-то было года три, она играла с куклой, общалась с куклой, что-то себе воображала, и вдруг бабушка зашла и резко приказала ей прекратить эту игру. И вот это шибко, так называемое, лобовое столкновение, когда она в таком состоянии свободном играет, когда подточное состояние, воображение работает, вся нежность к этой кукле, она там себе воображает, что это ребеночек, и вдруг раз, резко, нельзя, нельзя. И в этот момент происходит, повторяю, шибко, и этот момент формирует негативную доминанту, которая всю жизнь ее преследует бессознательно, а здесь мы раскрыли теперь, и теперь она поняла, осознала, что оказывается вот тогда в детстве ей запретили быть свободной на этом факте, на этом примере. И она заблокировалась. Страх возник тогда резкий. А я уже говорил, и в книгах писал, что страх – это резкое повышение нервно-психическое напряжение, резкое повышение. Это короткое замыкание, и получается блок. И вот эта доминанта, она потом никак не может вписаться, интегрироваться в целостность процессов, которые происходят в мозге, как бы на обочине, и вот немножко так расщепляет, собственно говоря, все сознательные и бессознательные процессы через нее, как бы, проходят, как через призму, а должны приходить через призму высших общечеловеческих ценностей, потому что человек – социальное существо, и бабушка должна была бы ей, как бы, поощрить, что она с куклой общается. Но это уже другой вопрос, вопрос воспитания. Я что хочу сказать? В другом случае я рассказывал о том, как парень, его отец привез, и он был онемевший. После того, как его укусил клещ, он лежал в больнице после энцефалитного такого состояния. У него была дикая боль, и он лез на стенку, и он кричал, орал, и в это время ему сказали «перестань кричать», и у него тоже замкнуло. Замкнуло, но это тоже психотравма. И потом я его разговаривал. Кто не видел этот ролик, посмотрите, там он как-то называется «Как я разговаривал немого» и так далее. Как его отец сзади стоял, «Дом продам, ты только его разговори». Я его тут же на его глазах разговаривал. Почему? Потому что я понял механизм, как это происходит. И в этом отношении я очень благодарен нашим слушателям, которые мне пишут, в Телеграме пишут, и в Ютубе пишут. Кто в Телеграм еще не записался, тоже запишитесь, там тоже интересные беседы происходят. Как и здесь у нас происходит, интересно. И вот мне написали такое. Вот, Косай Магалевич, ко мне обращается. Психоанализе при выговаривании происходит вербализация потоком. То есть, условно, разгрузка через поток слов на больную тему. Это я так определил, и там я поделился, что когда делают психоанализ, на самом деле никакого анализа там не происходит, а происходит подточная вербализация того, что было в хаотичном состоянии, в бессознательном. Вот эти чувства, там, состояние. Вот человек, как только психоаналитик или психолог, там наводит, как прожектором его внимание на больную тему в душе, и он начинает выговариваться, получается поток. Потому что он, как вот, как я говорил, как когда затычку из бочки вытащили в фонтан. Фонтан, вот эта речь и вот это выговаривание. Я обратил внимание, и вас внимание обратил на то, что между словами нет перерывов. Непрерывность. То есть принцип непрерывности, это есть принцип потока. Хотя Чингискен Бихаи, которого я очень уважаю, не касался вот этого аспекта, а говорил о потоке, о потоке как о творческом моменте, но это и есть, по существу, разгрузочный момент потока. Когда человек вербализует свои какие-то ощущения, чувства, неудовольствия, страхи, когда он рассказывает об этом, в непрерывность попадает, то по существу что такое непрерывность? Автоматизация. Обратите на это внимание. Автоматизация, непрерывность, поток. Обратите на это внимание. И теперь дальше пойдем. Да, действительно. Когда человек начинает выговариваться, 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 у него происходит систематизация. То есть по существу он вербализует, вербализует, выводит эти вот бессознательные и полусознательные какие-то моменты, ощущения, выводит на уровень сознания, потому что говорить-то это же словами, словами говорит. Это же есть вербальность. А что такое, чтобы словами говорить? Он пользуется какими-то понятиями, когда он это делает. Это же вторая сигнальная система. Он там говорит словами, и получается, что вот этот хаос внутренний, бессознательный, упорядочивается, систематизируется. То же самое происходит, обратите внимание, при автописьме. Есть методика автописьмо, когда человек в полусонном каком-то состоянии, когда у него идея или переживание, он выписывается, 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 не заботясь, ошибки там или нет, и освобождается, тоже так же, как в психоанализе. Да, действительно так. А я говорю, что если это соединит еще к тому же шалтай-болтайм или с волной, с волной, то вот эта психотравма, которая может быть в детстве создалась, вот эта патологическая домината, может быть в другом случае каком-то по другой причине, может на войне, может быть на соревнованиях, но мало ли чего, где происходит, то этим выговариванием, одновременно он совершает действия телесные, повторяемые движения, то уже непрерывность образуется, поток. Два потока. Вербализация, поток телесного, повторяемого действия именно по принципу «делай так, как тебе максимально приятно и проще». Так, кто не знает этих вещей, пожалуйста, обратите внимание. Как проще и приятнее, делай именно это. То есть войдешь в ритм автоматизации, там, где быстрее начатое действие начинает вами повторяться без всяких усилий, на автомате. Происходит разгрузка то же самое. Соединили, шалтай-болтаем, или с волной соединили, или вперед-назад, или с стороны в сторону, и выговариваетесь одновременно, а потом вы начинаете еще и добавлять пропивание, пропивание, начинаете потихоньку петь, если вам сразу это сложно делать, и вы зажаты, и страх, или еще какая-то дискомфортность. Ну, вы начинаете поднос себе проговаривать на очень низких громкостях. Ну, так, почти шепотом. Все, что в голову приходит, все, что вам плохо, все, что вам хочется сказать, вы говорите, например, ой, как мне плохо, да как же быть, как же жить, и говорите в полголоса, чтобы не тратить сил. И потом, через это, через несколько минут вы замечаете, что вам становится легче, свободнее, зажимы уходят, потому что вы капризничаете, как ребенок. Поэтому ребенок, когда он капризничает, извините, посмотрите, как я сейчас уберу хрипы всякие. И я капризничаю, 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 капри, я говорю, ну почему я капризничаю, ну почему меня обидели, почему мне кашу не дают. Сейчас буду еще тише говорить, как мне легче, и раскачиваться одновременно, и стянать, и причитать, видите, голос уже какой становится, уже и кашлять не хочется, потому что я понизил энергозатраты, энергозатраты, и говорю, теперь уже и громче, и свободнее, и зажимы проходят, ну вот проходят зажимы, мне хочется раскачиваться, я нашел ритм, одновременно я вербализую свои эмоции, то есть говорю все, что в голову приходит, видите, я не задумываюсь, говорю, говорю все, что в голову приходит, ну это как комментарий какой-то, как ворчание, бурчание, теперь я начинаю это пропивать, ну сейчас, видите, громче, громче я говорю, и никакого кашля нету, понимаете, совсем другая интонация, потому что связки освобождаются с зажатости, становится легче говорить, я вот немножко так уже освобождаюсь, и теперь могу пропивать, но я могу сначала пропивать и там, на тихих тонах, пожалуйста, кто может только шепотом, пожалуйста, начинайте шепотом, таким образом мы соединяем выговаривание, распевание, с алтай-болтаем, или волной, то есть телесными действиями, или с плавательными движениями, или с танцевальными, то есть вы танцовываем, обратите внимание, прорисовываем наши переживания, в воздухе рисуйте ваши переживания, а можете плавательные движения, а можете движения, как будто бы на лодке плывете, веслами гребете, то, что вам легче, перебирайте вот эти разные движения, а может быть в кольцо закидываете, волейбольный мяч, а может быть в теннис играете, а может фехтование, А может, куклу начальника колотить или противника своего, или противницу, чтобы выпустить пар, чтобы освободиться, разгрузиться. Так вот оно что. Если вы соедините все модальности, все органы чувств, соедините вот с этим и движение в потоке, и речь в потоке, и рисование в потоке, получится вот эта нейрографика там и все прочее, прочее, прочее. Вы сейчас увидите саму суть. Что на разных уровнях, на разных уровнях, человек и так инстинктивно пытается сбросить лишнее напряжение, которое связано с этим коротким замыканием, с этим первичным страхом, когда у него когда-то создалась вот эта патологическая доминанта. А то, что я предлагаю, то, что вся наша школа обменивается опытом, да, своими достижениями, о чем в наших книгах и в первых, и во второй книге, да, их опыт. Мы все, спасибо вам, друзья, все вместе делаем одно положительное дело, помогаем друг другу понять, на чем что основано. Да, вот такие вот вещи вот интересные. Поэтому, когда мы все сразу соединим сейчас, у нас не просто психоанализ получается, у нас не просто разгрузка получается, у нас потом и происходит и перезагрузка. Потому что, когда мы освободились от той патологической доминанты, которая нас все время держала в напряжении, создала потом, в конце концов, и вегетативно-сосудистые дистонические дела, и остеохондрозы, и язвы желудка, и другую психосоматику, и так далее, и так далее. Теперь, когда мы оттуда вышли, мы можем, можем в этот момент и перезагрузку делать. Вот, собственно говоря, этот ролик сейчас, часть будущего нашего взрывного ролика, условно говоря, образа, ну, шикарнейшего ролика, который нам откроет всем глаза, как, в принципе, разгружаться можно, и как, в принципе, нас могут грузить в этот момент другой патологической доминантой, который мы там проговариваем, входя в ритм каких-то повторяемых действий, то ли готовясь к охоте, то ли в танце шамана, то ли еще где-то, ну, я вот не буду называть эти страны, эти секты, не буду называть, где нас зомбируют, как нами управляют, но вы уже начинаете понимать немножко механизм, исходя из моей новой модели работы мозга, которую тоже можете посмотреть на стрессе, стресс, на сайте stress.su, там о методе ключа, и там есть новая модель работы мозга, давно я ее напечатал, можете посмотреть, это очень интересная модель, я там написал, что, конечно, я стою на плечах гигантов, таких как Ухтамский, таких как Узнадзе, академики наши, таких как, ну, вообще много-много-много, их не перечесть, я просто хочу сказать, что не я это только все придумал, но я сумел систематизировать, обобщить и найти в разных направлениях и в разных методах, которыми люди пользуются, некие единые начала, базовые, вот о них я вам сейчас и рассказываю, ну, вот так вот, так что и потом вы будете более защищены, потому что будете знать, как разгрузиться, да, а вот в секте трясунов, там, человек трясется, ну, многое, группа приходит, они все трясутся, и они думают, вот этот кайф, который они при этом получают при разгрузке, потому что адреналиновая зажатость, возбужденность, мобилизованность, скованность, она сменяется эндорфинным состоянием, освобождение, так они автоматом это приписывают этому руководителю секты, да, а на самом деле любой человек, если делает вот это, потрясись, его тоже разгружается, видите, как вот естественные природные механизмы работы мозга, тот, кто знает их, тот нами и манипулирует, вот, друзья, а если вы их знаете, вы сами можете управлять собой, поэтому там это гипноз и власть, и внешнее управление, а здесь вы обучаетесь выходить из этого гипноза, становиться свободным и сами себя настраивать на любую желаемую деятельность, соответствующую вашим талантам, и находить свое место под солнцем, да, друзья, смотрите, смотрите, пишите комменты, скоро тот ролик будет выставлен, почему я с ним немножко тяну, по одной простой причине, мне нужно на доске нарисовать очень четко, несколько таких картиночек, ну, там может быть треугольнички, стрелочки, ну, у меня доска небольшая, ну, мне надо там все это разместить, ну, мне было бы проще, когда я вам теорию все больше здесь рассказал, а там просто кружочки нарисовал, ну, просто сложно непосвященному человеку двумя кружочками объяснить, как мозг работает, а когда я немножко подвожу так вот вас к этому, особенно новичков, которые вообще не в школе Homo Futuros, в школе человека будущего, а кто не в школе, записывайтесь на канал Хасай Алейф Метод Ключ, да, записывайтесь на канал, и там есть в описании под роликом, читайте, пожалуйста, описание, чтобы узнать, кто я такой, чем я занимался, чем школа занимается, потому что наша школа занимается тем, чтобы был мир в мире, чтобы сохранить разум на планете, чтобы пролить творческое долголетие людей, чтобы меньше была потребность в лекарствах, то есть прямо не то, о чем, собственно говоря, чем сейчас занимаются, и поэтому нам сложно, но поэтому и надо думать, а думать, оказывается, это самое сложное, когда человека заставляют думать не о том, о чем ему хочется думать, и вообще, знаете, когда сила воли начала развиваться? Ну, у детей, когда сила воли начала появляться? Когда они начинали становиться уже ответственными, так сказать, за свои поступки? Когда они начали взрослеть? Первое, первое, когда нельзя, да, вот он хочет писать, а он себе нельзя, вот тогда вот физиологические потребности, когда он начал их контролировать, да, а когда он начал контролировать страх, и поэтому у меня в книгах написано, человек становится личностью, да, преодолевая страх, и помогает ему в этом любовь, любовь к делу, любовь к людям, любовь к своей деятельности, и как находить в себе человека, да, что человек становится личностью, побеждая страх. Вот, да, освобождаясь от этих патологических доминант, да, у нас самый простой в мире и самый такой эффективный метод ключ, но он состоит из частей, и поэтому новичок, который пришел сюда, не сразу может разобраться, о чем идет речь. Поэтому на канале YouTube смотрите эти ролики, и вы поймете. Там у нас есть бесплатные ликбезы, куда можем входить в Zoom, задавать вопросы, получать развернутые ответы, и там есть вебинары, и там просто есть ролики о творчестве, о физкультуре и так далее, потому что эта тема, образно говоря, многотемная. Итак, друзья, здоровья вам и счастья. До встречи. Субтитры сделал DimaTorzok